Россия перед самой своей смертью, Россия самого ближайшего будущего будет редким, труднопредставимым кошмаром, но другого пути ей, честно говоря, не оставлено. Это будет кровавая, гротескная, шизофреническая пародия на СССР. Россия окончательно преобразуется в одичавшее пространство, набитое суррогатами всего на свете, пропитанное кровью, слезами, нашпигованное блюстителями скреп, фальшивыми пионерами, злобными православными ханжами, стукачами и жаждущими посадок врагов народа общественниками. Страна ларьков, страна рабов. В ней будет запрещено вообще все, а трендом основным станут нищета и злоба. Обо всем можно догадаться даже по простой мелочи по цене доллара. Поскольку импорт в Россию рухнул на 89%, свободных и никому теперь не нужных, выпавших из банковского и торгового оборота долларов пока дофига. И их впаривают народу подешевке, понимая, что за железным занавесом никакие доллары не будут иметь ни цены, ни смысла. Доллары для россиян – это, знаете, как лаковые нарядные ботиночки для безногих. Носите на здоровье. Вообще, когда речь заходит о цене доллара, надо сразу задать один вопрос. Где? 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 Смотря где. Вот как вы думаете, сколько стоил доллар на подлодке «Курск» 12 августа 2000 года? Ну вот тут и оно. Когда искрит разодранная проводка, кончается кислород, лопаются отсеки, а мимо уже плывут тела задохнувшихся друзей. Доллар не стоит ничего. Народец пока в реальность не въехал и ликует. Ему бросили эту уже ненужную режиму кость, и он счастлив. Нас опять пытаются шантажировать. Вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. Понимаете, это надо спрашивать у тех, кто вот эти гаубицы сегодня прислал. Вот когда их перестанут присылать, это закончится два дня. Ну давайте пусть уже перестанут. И пусть все уже закончится. Рано или поздно воспоминания о страшной войне становятся страшной реальностью. Сосед становится агрессором, агрессор становится террористом, а нацизм становится примером для подражания. Он может прийти в новой маске, с новыми лозунгами, но с той же целью. К сожалению, мы знаем об этом не из книжек. Знаем, как зло может ворваться в твой дом в прошлом веке и 8 лет назад, и 8 месяцев назад, нарушить западные границы или прийти с севера, востока и аннексированного Крыма, обстреливать мирные города фугасными бомбами или крылатыми ракетами, заминировать Днепрогэс или захватить Запорожскую АЭС, сбрасывать бомбы на Красный Крест или надпись «Дети», воровать зерно по хунгер-плану или создавать угрозу голода для всей планеты, похищать и вывозить людей, похищать и вывозить детей. Распространение опасных инфекций через мигрирующих птиц, боевые комары в контейнерах, которые разносят дроны и биолаборатории по стиранию памяти. В создании всего этого уже не раз Украину и НАТО обвиняли российские политики и пропагандистские каналы. На заседании ООН от постоянного представителя РФ Василия Небензи прозвучало обвинение в сторону Украины в создании биологического оружия. На этот раз, по его словам, военно-биологическая программа в сотрудничестве с США родила на свет боевых комаров, которые заражены опасными вирусами. Одновременно остается без ответа вопрос о патенте США номер 8967029B1 от 3 марта 2015 года, выданном Бюро США по патентам и товарным знакам на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. И тот факт, что это вам не нравится, не делает наш запрос нелегитимым. В ООН больше не намерены слушать такие заявления. Российская Федерация неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о грязных бомбах, химическом оружии и биологических исследованиях. Сколько еще мы должны терпеть эту ерунду? Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла о намерении запустить расследование деятельности американских биолабораторий на территории Украины, говоря, что лаборатории являются военными объектами НАТО, а Украина даже не входит в альянс. В ООН уверены, что таких лабораторий просто не существует. Все, что есть у России, это причудливые заговоры. Заговоры, которые сегодня вызывают не больше доверия, чем шесть месяцев назад, когда они впервые представили их на этом совете. Российские политики и пропагандистские каналы не раз перечисляли то, что создается в натовских лабораториях в Украине. Это и птицы-убийцы, которых призывали не кормить жителей Белгорода, и летучие мыши, и даже комры-убийцы, которых в контейнерах приносят дроны, и луч, стирающий память. Дорогие друзья, мы прекрасно знаем, что над нашей братской страной 30 лет строился эксперимент, и работали в лаборатории, чтобы они забыли и нашу историю, и наш великий народ, и наше великое героическое прошлое. Почему многие люди верят в существование таких лабораторий и опытных образцов боевых комаров, спросили у психолога. Люди придумывают себе какие-то идеи, которые абсолютно уже попадают в категорию бреда, для того, чтобы уменьшить собственную тревогу, объяснить себе, как это так происходит. И окружающие, во-первых, в популяции вот эти расстройства, они тоже достаточно сильно распространены. Я не говорю про шизофрению, там маленький процент. Но, например, про шизотипическое расстройство – это высокий процент. Это раз. Во-вторых, есть люди, которые рядом находятся с этими людьми, они тоже индуцируются и охотно верят в такие идеи, которые помогают им собственную тревогу снизить за счет такого абсолютно нелогического объяснения. Россия по меньшей мере дважды заявляла в Совбезе о неких американских программах по разработке биологического оружия в Украине. Хотя Вашингтон и Киев неоднократно опровергали эти обвинения. Кто и как в России решает, какой вид животного мира на этот раз станет объектом для обсуждения в контексте биологического оружия. Это, собственно, принцип, который еще Гитлер когда-то описал в книжке «Майн кампф» под названием «Большая ложь». Что ложь должна быть настолько огромной, что человек не может поверить, что все это выдумано на пустом месте. И если много официальных людей дружно в один голос рассказывают про биолаборатории комаров-убийц, сраженных голубей, там было много раз такого главной истории, то слушающие это начинают думать, что, ну, может, конечно, это какое-то преувеличение, может быть, непосредственно комаров и голубей не было, но все-таки какие-то биологические опыты явно проводились. Не может же все это быть совсем выдумано. Мне кажется, что российский руководит живет в какой-то альтернативной реальности, и мнения остального мира им, в общем, неинтересны. Они даже довольно публично об этом заявляют, что плевать нам, что о нас там подумают уже, мосты сожжены. И все это работает исключительно на внутренней аудитории, как и, собственно, вся нынешняя российская пропаганда. Биолаборатории — не единственная тема от России, в которую не поверили ни в совбезе ООН, ни мировые лидеры. 23 октября РИА Новости написали о том, что Украина готовит провокации с грязной бомбой, аналогом ядерного оружия, под руководством западных кураторов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день позвонил французским, турецким и британским коллегам с целью рассказать, что грязная бомба нужна Украине для того, чтобы лишить Россию поддержки стран-партнеров. Россия в попытках оправдать целесообразность войны против Украины готова рассказывать и о грязных бомбах, и о птицах-убийцах, и даже о так называемой десатанизации Украины. Лишь бы люди поверили. Не исключено, что на нашей территории уже используются эти вещи. Я вообще, говорит, думаю, что прежде всего это бактериологическое оружие будет использовано для нанесения, для подрыва экономики. Какие-то такие комарики, плетят и не казать, поголовья птиц. А я, кстати, вот я был недавно у себя дома, мне говорят, почему-то воробьи исчезли. Знаете? Ну они уже исчезли, я вижу. Сразу хочется сбежать из этой страны. В любую страну абсолютно. Редактор субтитров А.Семкин